С завтрашнего дня Гражданская улица будет закрыта для троллейбусов. Ограничение не коснется автобусов, маршруток и автомобилей. Кроме выходных, когда проезд по-прежнему перекрыт для всех видов транспорта. И хотя подрядчик просил полностью приостановить движение и для общественного, и для личного транспорта, сейчас решено временно ограничить проезд только для троллейбусов. С чем это связано? Когда планируют возобновить движение и как теперь будет ходить электротранспорт по юго-западному району столицы? Расскажет Ирина Николаева. С конца июня по мере освоения этапов реконструкции дороги на улице Гражданской проезд для транспорта был ограничен только в выходные. Работы на объекте ведутся с отставанием от графика. И чтобы наверстать упущенное, подрядчик попросил городские власти полностью перекрыть движение и в будни. После нескольких совещаний было найдено другое решение. Пришли к выводу, что необходимо ввести ограничения для троллейбусов и перенести движение троллейбусов с улицы Гражданской на улицы Энтузиастов. Ограничения для всех видов транспорта вводить не будем. А ограничение для троллейбусов займет от полутора до пяти месяцев. Мы планируем в сентябре запустить движение троллейбусов по одной стороне. Если получится, запустим и в обратную сторону с юго-западного района. Но максимальный срок это пять месяцев. Прошу жителей юго-западного района с пониманием отнестись к изменениям движения общественного транспорта. Начиная с 22 июля троллейбусы будут ходить так, как сейчас курсируют в выходные. Электротранспорт на улицу Гражданскую не заезжает, а двигается по улице Энтузиастов. По данным троллейбусного управления, 11 и 17 маршруты в будни перевозят до 10 тысяч пассажиров. В субботу и воскресенье около шести. Проезд для остального общественного транспорта и автовладельцев, как и раньше, будет закрыт только в выходные. Жителям юго-западного района придется потерпеть неудобства, отмечают городской администрации. Меры это вынуждены. На Гражданской необходимо заменить все опоры и контактную сеть. Часть контактных опор новых попадает в середину проезжей части. И с четной стороны улицы Гражданской, где мы сейчас ведем устройство в конструкции дороги, земельные работы, мешают старые опоры контактной сети троллейбусных линий. Поэтому вот этот небольшой промежуток времени на закрытие движения троллейбусов позволит обесточить контактную сеть, убрать старые троллейбусные опоры, смонтировать сеть на новые троллейбусные опоры и организовать движение с тем, чтобы мы могли завершить в этом году устройство дорожного полотна в полном объеме, в двух слоях асфальтобетона. Реконструкция улицы Гражданской началась в апреле. Работы обойдутся почти в миллиард рублей. После капитального ремонта дорога на Гражданской станет четырехполосной. Предусмотрена ливневая канализация, новая сеть уличного освещения, а в домах вдоль проезжей части в качестве шумоизоляции старые окна заменят на пластиковые. Уже в следующем году вместо привычного транспортного кольца на развязке появится перекресток с автоматизированным светофором. Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Святослав Петров, Вести Чувашия.